Здравствуйте! Вас приветствует фабрика бизнес-планов проекта Фабрика предпринимательства. Меня зовут Власова Екатерина. Я хочу рассказать вам о бизнес-плане и реализации проекта мастерская Present Basket в городе Казань. Идея заключается в создании небольшой мастерской по изготовлению подарочных корзин разнообразной тематики – мужские, женские, новогодние, корпоративные, свадебные, с обязательным сервисом по доставке корзин адресату. Есть три причины, почему я выбрала для реализации данный проект. Первая – это то, что для него требуются небольшие инвестиции, которые составили около 200 тысяч рублей, и короткий срок окупаемости проекта. Вторая причина – это моя личная тяга к прекрасному и желание создавать персонализированные подарки с оригинальной идеей. Третья причина – наличие готовой клиентской базы в секторе B2B, поскольку данное направление развелось из деятельности рекламного агентства в сфере рекламно-представительской продукции, и клиенты нуждались в расширении ассортимента и ждали новый продукт. Начнем с инвестиционных затрат. Общие инвестиционные затраты составили 200 тысяч рублей. Основная часть затрат – это организация рабочего пространства в арендованном помещении площадью не более 20 квадратных метров. На начальном этапе это офис на три рабочих места, двух менеджеров и одного декоратора-оформителя. Как вы видите из слайда, данная часть затрат составляет большую часть инвестиционных затрат, но они сравнительно небольшие. На этом слайде вы видите наш финансовый план, по которому мы начинали работать с данной идеей. Важным элементом финансового плана является, конечно же, выручка, которая складывается из общего объема заказов в месяц. Корпоративные заказы принесли нам 80% выручки, а заказы от частных лиц – около 20%. Большая часть постоянных расходов составляют расходы на приобретение материалов и изготовление подарочных корзин и их наполнение. Цена готовой корзины складывается из стоимости материалов для декора и наполнения корзины, на которые мы делаем наценку от 20 до 50%, а также мы закладываем в цену стоимость работы декоратора-оформителя. Фонд оплаты труда и выплаты налогов составляет примерно 1 треть от общих расходов. Меньшую часть постоянных расходов составляют расходы на аренду помещения, хозы, расходы, оплаты услуг бухгалтерскому сопровождению фирмы, расходы на связь и интернет. Окупаемость бизнес-идеи составила два месяца. Данное направление было открыто рекламным агентством со специализацией на сувенирной продукции в 2013 году и востребовано по сегодняшний день. В данном бизнес-плане не учтены затраты на рекламу и сопровождение услуг мастерской, поскольку мы начинали работать с готовой клиентской базой. В противном случае повысится срок запуска проекта, возможно, выручка будет на порядок меньше и, как следствие, срок окупаемости будет больше. Важным моментом в создании подобного бизнеса являются следующие. Первое – это хорошие образцы каталоги продукции, по которым клиенты смогут подобрать подарочные корзины, соответствующие их запросам и пожеланиям. Образцы должны быть выполнены из качественных материалов, с которыми вы планируете работать далее. Чаще всего именно корпоративные клиенты подбирают для себя поставщика по образцам. Важно включить в образцы наиболее популярные модели корзин, которые, как вы полагаете, будут пользоваться большим спросом. Второй момент – это оригинальность оформления подарочных корзин. Необходимо постоянно искать новые варианты декора, наполнения корзин, чувствовать тенденции дизайна. Обязательно повышать мастерство декоратора-оформителя и регулярно проходить мастер-классы. Третьим, но не последним по значимости моментом является продвижение услуг. Необходимо сделать информацию о вашей мастерской доступной для потенциальных клиентов. С помощью продвижения через социальные сети, рекламы в тематических рубриках, журналах, продающие страницы в интернете. Это обеспечит постоянный необходимый поток заказов. Это сделали мы, а значит сможете сделать и вы. С вами была рубрика «Фабрика бизнес-планов» проекта «Фабрика предпринимательства». До новых встреч!